обзор плуга будет в конце ролика а пока смотрим два в одном за один прием выполняем две операции пашина из роженицы омской области с вами ведущий влад сегодня 26 мая терпеть больше некуда пошли садить картофель я покажу как мы садим как остальные все знают как я сажу подпук постараюсь прокомментировать все что смогу короче у нас была теплая сибирская зима а значит будет холодное сибирское лето 26 тепла не видно и не чувствуется и не прогнозируется ждать больше некуда пошли садить дети приехали будут помогать постараюсь показать все увидеть своими глазами тут у нас был перегной года наверное 3-4 лежал я его значит это он разбодал немного сместил если у меня младший сын пытается его немножко выровнять по полю чтобы перегной потом ушел туда где мы будем садить тут производственные споры сейчас мы настроим так погоди вы только один ряд я еще повторяю тут таки давай Иди сюда! Да кидай! Ну давай! Закопал? Откопал? А я тебе сажу уже! Всё, ладно, давай! Кидай, кидай! Ещё страшно! В общем, смысл такой Трактор один раз проходит в холостую Выкапывает борозду Потом Её закапывает Возвращается назад Один ряд пропускает Потом ещё раз возвращается И потом уже закапывает её Получается, нужно делать через раз Вот сейчас плух идёт навстречу У меня младший И садит, кидает картошку так Чтобы она не попадала под колесо Так, вот сейчас он закопал Сейчас видно, как он её закапывает Вот картошка накидано А трактор едет и закапывает А трактор едет и её закапывает Сейчас ряд пропустим И он опять будет закидывать её Через ряд Плук у меня Культурный Двухкорпусный Покупал я его Трактор покупал И сразу же клуб купил Сколько я давал, я уже не понял Ну, 25 или 30 тысяч Так, теперь мы его закапываем У нас такая земля, что 15-20 минут Трактор проехал Земля чёрная Пока туда-сюда назад проехал Всё, земля становится сухая Абсолютно сухая Сыпется Сейчас мы картошку закопали Сейчас трактор поедет Он будет выкапывать борозду Работа идёт Работа идёт Работа идёт не только у нас Но и на соседнем огороде Вот человек молодец Прошёл тихосмотр Ездит спокойно, без проблем Не боится, не трясётся Даже знак сзади стоит Тихоход Показываю Там, где вспахана земля чёрная Где не вспахана Моментально земля обветрилась Высохла Представляет собой Она как зова Настолько меленькая Так, сейчас Покажем Так, сейчас На первой скорости, Паша, не тряпать Постоянно забивается Земля сырая Приходится Стряхивать Всё пойдёт На ограничительное колесо Тоже налепает Показываю Показываю Показываю, что у нас получилось Вот у нас спахано И одновременно сразу посажено Часть огорода мы Оставляем под тыкву Вот эту территорию Сейчас наступит тепло Колесо 25 Будем надеяться Что наступит Когда-то Так же приедем Я спашу И так же посажу Тыкву Что интересно Для кому Интересна Наша земля Наш чернозём Я покажу просто До культурного слоя Добраться практически невозможно Трактор едет Колеса утопают И вся земля Усыпана Вот такой вот Русской керамикой Есть толстая Есть тонкая Причём тонкая встречается Но она С гончарного круга Но имеет рисунок Встречается коричневая керамика Отсюда её выносил Вёдрами буквально Потому что начинаешь тяпкой работать Тяпать Тяпка аж тупится Часть вторая Продолжение Хотел снять пораньше Но нифига не получается Кто занят По своим делам Тут блин Ветер целый день Невозможно ничего снять Перегнал я трактор В другое место На сеновал И хочу показать пуг То Чем я работаю Чем пашу И чем одновременно Сажаю картофель Пугов конечно много У кого есть трактор Наверняка У них у всех есть Ну там они разные Переделывается Одно другое Третье Но я в общем Покупал трактор И сразу Трактор голый Ничего к нему не было А трактор без инструмента Это все равно что Кобыла Без телеги Ну короче Брал я плуг Я уже не помню В каком году Так Наверное В десятом Сезон на два пахал Помогал людям Одно другое И поле пахал Тоже Но плуг этот У меня не полевой плуг А плуг садовый Смотрим внимательно на плуг Заводской Нашего Советского Производства Это Поздние Советы Где он лежал На каких складах Я даже не знаю Где он сделался Тут я ничего найти не могу Никакого штампа У плуга Такие своеобразные Отвалы Он из нескольких Частей состоит Стойки Прям такие усиленные Что его не сломаешь Сейчас покажу Стойки Ну они не цельнометаллические Конечно Тут Они привариваются Ну довольно прочно Я даже Цеплялся За корни деревьев Трактор легкий На месте останавливался А корпуса Нормально Не отламывались Колесо Ограничительное Можно Регулировать Глубину Спашки У этого плуга Есть Очень хорошая функция Это Можно регулировать Угол Захода плуга В землю В грунт Правда Сделано все По-советски Очень тяжело И трудно Регулироваться Можно конечно Угол регулировать Вот этим болтом Центральным Ну Я его практически И регулирую Но На плуге предусмотрена И вот такая регулировка Потом можно плуг Не за счет Навески Регулировать Значит К правому колесу Либо Приближать Придвигать Либо Отодвигать Вот здесь вот есть Да Вот Вот этот вот Регулируем мы угол Спашки Во время Спашки Чтобы земля хорошо Отваливалась Вот А вот этим Вот этим Поперечным Валом Можно паук Сдвигать в правую Или в левую сторону В общем Когда я пашу Так Сейчас вот размеры Размеры лемехов Можно показать Но захват тут небольшой У меня Вот он нож 30 сантиметров Видно, да? И отвал На отвале Еще тут Есть дуга Такая Которая помогает Земле переворачиваться Сам отвал Вот он коротенький А у полевых Отвал В два раза больше Он такой и был Сразу предусмотрены Запасные ножи были Вот они стоят Спустите, что это такое? Ну Это старая коса Обрезанная Она сделана У меня для того Чтобы Можно было Цеплять борону То есть когда Плуг поднимаешь И борона Висит Тут конечно Предусмотрено заводом Крепление Для бороны Вот она Но это для полевых условий Чтобы борону Зацепил И потащил А когда пашешь огород Приходится сдавать Вперед назад И борона Получается Она Не поднимается вверх А тащится за тракером И когда сдаешь назад Приходится постоянно Выскакивать Борону Класть наверх Это неудобно Поэтому Я обрезал Остатки косы И сюда Прикрутил Еще одна Функция есть Вот это вот нож Вот здесь вот Откручивается Нож у меня просто В транспортном положении Находится Переворачивается И этот нож Предназначен для того Чтобы Пахать целину Отрезает он Дерн А потом уже Плугом переворачивает Так удобнее и легче Пахать И сразу хочу сказать Саше и Маше С канала Будни фермеры Вам большой привет Сразу Вы молодцы Что сделали трактор Молодцы Что сделал Саша Плуг Ты просто Его еще не оценил Его достоинства И преимущества В этом году Получишься На следующий год Будет гораздо легче И проще Вот этим Маленьким трактором Пахать Маленькие огороды Очень удобно Почему? Потому что Плуг Маленький Трактор маленький Он может везде заехать Стоимость Пашки Вот таким трактором Стоит в два А то и в три раза дороже Чем обыкновенным Большим трактором Под ваш плуг Двух корпусный Очень удобно Садить картофель Почему удобно? Потому что Маленькие корпуса плугов Он землю переворачивает И одновременно Ее хорошо рыхлит Вот у меня то же самое Корпуса маленькие Близко находятся друг к другу И практически бараной Можно даже и не пользоваться Потому что он пашет Очень хорошо Я барану цепляю Ну не всегда Довольно редко Маленько я переехал взял Чтобы было лучше видно Плуг и корпуса Как они сделаны Ну в общем по свету встал Сейчас Многие То Пашет У кого есть свои плуга Увидят Посмотрят Начнут Критиковать Делать замечания Правильно Правильно Я не механизатор Я только учусь Но скоро Буду делать Настоящие чудеса Пишите комментарии Пишите комментарии Спрашивайте Что смогу То отвечу Значит По Тому Наверняка Возникнет вопрос Как вот этот трактор ЛТЗ Справляется с этим плугом Ну я скажу так Что Все зависит от грунта Где работаете Что значит Что пашете По целине Два корпуса Идет Довольно таки тяжело Получается что Двигатель мощный А сам трактор легкий Если плуг сильно заглубить Трактор Все четыре колеса Гребут А плуг из земли не вырывается Так что приходится целину Пахать все равно на два А то и три раза Когда поле Спаханное Сухое Трактор легко идет Пашу Ну на третьей На четвертой скорости А так Если значит Вот как в этом году У нас сильная влажность Я потихонечку пашу На первой скорости У кого есть трехкорпусные плуга Ну там конечно Спашка немножко по другому Идет Там не заглубляется Но вот этот вот плуг Именно значит Не полевой А садовый Он предусмотрен И рассчитан Для того чтобы пахать Небольшие участки Сады И огороды Так кому Мое видео было полезно Ставьте лайки Значит Либо вверх Либо вниз Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok